Итак, уважаемые, очередное видео. Сегодня 29 число ноябрь. На улице после обеда у нас такая температура 22 градуса по Цельсию или 72 градуса по Фаренгейту. Ноябрь у нас. Так выглядят у нас кусты черники еще. Листья не обсыпались, заморозков не было. Но уже, как видите, на низу листья клен, дубы обсыпались. У меня дубы в основном растут здесь. Уже листья лежат на земле. Вот так смотрится малина у меня. Она, как говорится, еще заморозков не было. Еще на ней листья есть. Но все уже, как говорится, если мы посмотрим вот здесь, по верхушкам деревьев, уже листья посохли, стали обсыпаться. Как говорится, весь участок мой засыпанный уже листьями, если посмотреть по низу. Вот и по верху. Вот глянуть везде. Осенью, последние дни осени. Ну, естественно, мы живем в Саут-Карлайн. В Саут-Карлайн до 15 декабря, приблизительно до середины декабря, пчелы имеют возможность облетываться. Сейчас мы подойдем к пчелам, посмотрим, что они тут делают осенью. Пожалуйста, подойдем. Вот. Вот этот улик у меня подготовленный. Сейчас, так как они каждый день имеют возможность облетываться, то они и уже так частично облетаны, и тепло, и все-таки пчелы стараются последний груз выкинуть. Потому что ночи уже холодные, до 10 градусов и ниже. Морозов еще не было. Вот эта семья у меня была в болезненном состоянии. Она просто испарилась, как говорится. Или мед оставался, но матки не стало, и пчел не стало. Вот. Некоторые семьи слетели. Были много, но слетели. Причины разные. Одна из причин. Семьи были качественные, но слетели. Семьи были качественные, но слетели они в середине ноября. Ноябрь. У меня тут недалекая выиска находится. За два приблизительно километра сотого выиска для связи телефонов, селфонов. Вот. И когда ее установили, то я стал терпеть убытки от некоторых, ну как некоторые семьи. Даже оставлял специально болезненные семьи пестрый расплод. Переходим дальше. Будем дальше рассказывать. Пожалуйста, поворачивай, смотри. Вот видите, этот улик пустой совершенно. Не видно тут ни лёда, ничего. Возможно, они, я уже проверял, посмотрел, их нету тут, как говорится. Вот. Вот этот улик тоже не летает. Пожалуйста, посмотрите. Вот. Он совершенно пустой. Зайди с той стороны. Эти два летают. Вот. Здесь произошел слёт пчёл. Мёд я забрал. Как говорится, аули пустые оказались. Что интересно здесь произошло? Поясню, что здесь произошло. Сейчас покажу, расскажу. Матка была в клеточке. Находилась здесь вот с пчёлами. И медок был. Стояла в клеточке. Когда я открыл, посмотрел, матка ещё осталась. И десятка два пчёлочек возле неё. Она ещё живая была. Я этим посмотрел. Медок ещё тут был. Но пчёлы не было. Пчела улетела. Пришлось матку... Это я смотрел чуть-чуть раньше. Недели две назад, как говорится. Ну, в середине ноября. Пришлось матку живую в клеточке взять и посадить в другую семью. Для сохранения. Посмотрим, что здесь. Это у меня семья была... Ну, хорошая семья. Сейчас попробую показать вам, как здесь работает система. Это ноябрь, 29 число, 2017 год. После обеда, после 12 часов уже, так как день укороченный, уже солнце садится, как говорится, в смысле, пошло как на закат, так после обеда. Здесь, как видите, пчёлки есть. Ещё ползают тут наверху. Эта семья была более-менее качественно подготовленная. Снизу я, как говорится, у меня расплодное гнездо. Вверх у меня пустой. Вот, пожалуйста, глядите. Пчёлки есть, запас. Они сейчас разлезлись, тепло. Вот. И здесь немножко, там они сидят. Вот. Эта семья подготовлена к зиме и чувствует себя весело. Вот. То есть, в этот период мы можем посмотреть, что они, чем они занимаются. Вот. Эта семья чувствует себя хорошо. Эта семья у меня была болезненная. Я решил её просто оставить. Ну, естественно, что интересно, она даже не слетела, по-видимому. Сейчас глянем. Нет, конечно, не слетела. Видите, более крупные семьи сильные слетели. Тут оставалось рамки четыре. Вот. Ну, она, так как она болезненная, я махнул на неё рукой. Ну, как правило, болезненные сильные семьи. Это рецидив, возврат, повторно, гнильца, как говорится. Летом она была нормальная, потом, по-видимому, рамка попала некачественно. И опять возврат гнильца. Такое бывает. Что советую? Перетапливать старую ващину. Старую ващину перетапливать, прикидать всё это. Буду. Постоянно делать новую ващину. Эта ващина более качественная. Многие говорят пластик. Пластик, он долговечный. Советую пластиком, как можно меньше пользоваться для гнезда. Это у меня пластик. Пластик, естественно, вот. Так они её оттянули. Она красиво оттянута. Всё, они даже использовали засев. Вот эта вот часть засева была. Это когда там моль выгрызала, вычищаешь. Но в пластике зачастую много сохраняется этих бактерий. Некоторые говорят, вот долговечный пластик. Хорошо так, хорошо. Я практически не вижу того, что хорошо. Вот. Вот это тоже пластик. Смотрите, вот. Видите, пластик. Вот. Тут чёлки выводились. Но почему-то, когда начинаешь заниматься с пластиком, больше гарантий, больше слёта. И на расплодное гнездо это не годится. Да, для откачки мёда хорошо. Но это не даёт нам возможность развиваться правильно. Как видите, рамки ещё не побитые молью. Слёт произошёл, так сказать, буквально в середине ноября. В прошлом году я тоже наблюдал слёты во многих семьях, как говорится. Не знаю почему, но стараюсь выявить причину. Потому что многие пчеловоды жалуются на слёт пчёл. Сейчас посмотрим вот эту семью. Эта семья у меня сюда, я кажется, ставил маточку с клеточками. Сейчас проверю. Так как зимы у меня тёплые ночью, редко бывают морозные, то я создаю вентиляцию, чтобы семья вентилировалась. Сюда составил медок, оставшийся, чтобы семья, пчёлы не занимались воровством. Вот. Посмотрим, что здесь творится. О, это тяжёлый. Как видите, вот эта рамочка была с маткой. Тут ещё одна, это была клеточка. Эти клеточки я просто кинул для сохранения. Естественно, маток этих они грохнули. Видите? Грохнули. Если вы просто положили их, они их убили. Вот это убили. Вот. И это убили. Это чужие, другие матки я оставил уже буквально неделю назад. Семья в основном целая, сидит здесь вот. Гнездо с мёдом нормально. Нормально. Но кидаются, уже укусили. Ставлю на место, потому что я их разворушил, как говорится. Отходи подальше. Попалась одна. Кидается на голову. Говорит, ну что ж ты залез, сейчас такая осенняя пора, нечего сюда лазить, говорят. Вот эта семья у меня. Посмотрите на леток. Обратите внимание на леток. Вот я соскабливаю. Видите? Крошка. Крошка. Почему крошка? Кто скажет? Эта семья, как говорится, тут осталась матка. И стали пчёлы воровки летать. Тут осталось несколько рамок с метком. И при благоприятной погоде она куда-то слетела или её обворовали. Тут оставалась матка. Я её поставлял туда. Они её там убили, как говорится. И они, когда обворовывают семью, сыплется крошка. Они распечатывают рамки. Поэтому, если вы подошли к улику, увидели, вам желательно проверять улья. Увидели вот такую крошку, не летают пчёлы. Смело открывайте этот улик. Там ничего у вас нету, обворовали. Почистите рамки. И используйте. Поставьте их на хранение. Перекройте. Положите туда нафталин. Запечатайте, чтобы сверху нафталин поднимается, опоры нафталина. И они сохранятся у вас. И туда моль не будет залазить. Сейчас моль практически не сеет, потому что ночи холодные. Но яйца могут... Она не может развиваться, потому что ночи холодные. Но днём она может посадить яички. Поэтому желательно проверять, постоянно приходить на пасеку. Ну, естественно, я работал. Я и сейчас работаю в ночь. Листья я ещё не скрёп. Не хочу пособирать листья, подвести порядок. Чтобы, значит, было нормально. То есть, есть на пасеке осенние работы. Желаю вам удачной зимовки. Давай ещё глянем, как они летают с этой стороны. Вот видно, некоторые семьи летают ещё. Ну, часть семей уже облеталась. Они остались внутри. Вот эта семья просто слетела. Двадцатичная семья, хорошая семья слетела. Буквально за неделю в ноябре, в прошлом году, у меня тоже такое происходило. Было много расплода. Смотрел, что расплод есть. Потом смотрю, весь расплод вышел, и пчелы не стало. Смотрим эту сторону. Вот семья летает, вот семья летает, вот семья летает. Вон там посередке одна семья, по-видимому, слетела. Видите, лёта нету совершенно. Вот она, вот белый ящик посерёдке, вот эта семья. По-видимому, нету лёта. Вообще, немножко тут есть чем-то они. Ну, это обычно бывает, даже они между собой дерутся, эти воровки. Но не видно тут, что труха высыпалась. Итак, смотрим, где труха высыпалась, там проблемы. Вот. Вот здесь немножко трухи есть, я смотрю, возможно, что здесь проблема. Нет, пчелы тут почему-то сидят. Ну, это, может, они подчищали. Вот здесь можем посмотреть, что издевательно, чтобы вы проверяли. Вот эта семья, по-видимому, проблема, воры. Вот тут нема ничего, видите? Видите, видите, ничего нету. Вот, труха есть. Вот. Вот там две семейки, нормально. Вот. Эта, похоже, тоже пустая. Вот. Короче, некоторые семейки слетели. Вот. Или укомплектовались, как говорится, их обворовали. Осенью зачастую происходит тихое воровство, неактивное. Что такое тихое, неактивное воровство, я поясню. Это означает, что пчелы взаимно друг друга обворовывают. И в итоге какая-то семья оказывается полностью разграбленная. И когда вы смотрите, что у вас пчел нету, матку убили, и вся семья укомплектовалась в другую семью. Как предохранить воровство? Желательно сократить лицки до одной-две пчелы. И еще есть предложение. Я такое усматривал. Вот. Если вы заметили воровство, снять крышу. Вот. Полностью снять крышу. Видите, сразу видно, что тут воровство. Видите, пчелы, как говорится, вверх лезут. Тут нету никого. Вот. Положить сюда стекло, если здесь семья еще сохраненная. Эта семья не сохранилась, я уже смотрел. Вот. И они, видите, пустые рамки. В смысле, как они обворовывают до конца. Вот, пожалуйста, посмотрите. Видите, пустые рамки. И там пустые рамки. А здесь остатки меда они уже выгребают. Осталась одна рамочка. Они пытаются подобрать. Накрывается стеклом. Если у вас на низу семья, и вы заметили воровство, сокращается литок. Пчелы воровки заходят или пытаются на свет выскочить. Потому что литок снизу более-менее охраняется. Как всегда. И тут они начинают биться. И их усматривают хозяева и уничтожают. В течение день, два, три у вас будет остановлено воровство. Предлагает один пчеловод. Я таким методом не пользовался. Читал в этом журнале пчеловодство. Итак, друзья. Теперь задача остается еще тщательно. Каждый раз, постоянно, зимой проверяйте своих пчел. Потому что, если вы не будете проверять, при благоприятной погоде, не стесняйтесь открыть, посмотреть. Можно ровести дымарь, немножко подымить. При теплой погоде пчелы могут вентилировать гнездо. При холодной погоде нежелательно разрушать гнездо, раздвигать рамки. Но приоткрыть можно, глянуть, пчелы сидят, сидят нормально. Значит, вы будете довольны, они хорошо вас перезимуют. Если не сидят они нормально или их нет, постарайтесь эти рамки почистить и поставить в сохранность. Как в сохранность, я уже пояснил. Снизу закрыть все отверстия, литки, поставить на сплошную фанеру или в ДСП, что у вас там есть. Или сплошное дно, чтобы не было литков. Ложите туда нафталин. Нафталин поднимается в пары. Закрываете щели и сверху, и снизу. И крышу закрываете. Таким образом туда моль не проникает. И у вас это перезимует свободно эти рамки. Пчелы от нафталина сильно не страдают. Если вы поставите рамку с нафталином, они выветрят, потому что это просто запах. И в таких рамках они свободно сеют с весны. Главное, чтобы рамки не были побиты молью, и вам не пришлось по новой ставить вощину. Итак, друзья, до встречи. Осень наступила. Хорошей зимовки вам. Ожидаем ваших комментариев, вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok